Всем тихой ночи. Фабрика это очень важная вещь в мире SCP, один из классических 001 объектов. По одной из версий, именно с этого проклятого завода начался и сам фонд SCP, да и многие другие вещи в этой вселенной. Одна из этих вещей это доктор развлечудов. На сегодня развлечудов это наверное самый часто упоминаемый персонаж в мире SCP. С ним связано больше ста SCP объектов и еще больше рассказов. Если бы у вселенной SCP был основной сюжет, то развлечудов бы точно стал бы в нем одним из главных действующих лиц. Фонд аномалии содержащий так и не смог поймать этого человека, хоть и очень старался. В одном из миров мультивселенной SCP именно он стал SCP-001, получив название простой изготовитель игрушек. Да, даже могущественный фонд признает, что скорее всего поймать этого человека невозможно, и потому все что остается это собирать предметы, которые он изготавливает, которые чаще всего имеют форму игрушек, и прятать их на своих подземных базах. Если в стенах SCP в камере содержания лежит какая-то аномальная игрушка, то скорее всего она была создана именно героем этого видео. Агенты фонда потратили немало сил и времени на поиск этого человека, и в результате собрали лишь какие-то крохи информации. Стало известно, что он родился в деревне, в бедной семье, где от тяжелого быта его отвлекали только истории о великом мастере, создававшем игрушки, способные удивить любого ребенка, да и не только ребенка. Ведь каждая его игрушка была настоящим чудом. Маленького развлечудова в этих историях привлекало и то, что этот мастер, возможно, был его родственником. И когда он повзрослел, он решил, что должен узнать о нем хоть что-то. Его поиски завели его на фабрику, но не простую, а на ту самую, из которой нет выхода. И тут юный развлечудов продемонстрировал свое первое чудо. Он этот выход нашел. Возможно, он был вообще первым, кто смог сбежать из фабрики. Когда-то давно на этом канале уже был ролик про доктора развлечудова, но большая часть этого ролика была чтением рассказа. Того самого, в котором показано, как этот персонаж бежит из фабрики, где он был обычным рабочим. Важность этого события в том, что считается, что из фабрики сбежать невозможно. Ведь ее пленники не просто лишены свободы, они пропитаны ее ржавым духом изнутри. И даже каким-то чудом покинув ее, сразу умирают. Потому что сложно выжить, когда у тебя вместо органов ржавая труха, а вместо крови машинное масло. Для побега развлечудов создал сущность, известную как SCP-958. Генерал Бип, маленького игрушечного робота, который находил детей и помогал им создавать аномальное оружие из подручных предметов. На фабрике в рабстве было немало детей. И, видимо, SCP-958 собрал из них небольшую армию, в результате восстания которой доктор и сбежал. Однако развлечудов не просто так сбежал из ржавого плена и выжил. Он еще и прихватил с собой некоторую часть силы, которая приводила в движение мрачные механизмы. Трудясь на фабрике, он узнал ее главный секрет. Он узнал, что фабрика черпает свои аномальные силы из некоего источника. И, покинув ее стену, он сразу направился к нему. Прибыв на место, он обнаружил то, что искал. Дневники и записи того самого мастера игрушечника из легенд. Самим этим источником аномальных сил, кстати, скорее всего, была SCP-001 кольцевая дорожка. Прямо это не написано, но по сути очень похоже. Тогда получается, что этот мастер-игрушечник был Аароном Зигелем, одним из основателей фонда SCP. Что может объяснить то, что фонд не может поймать развлечудовы. Ведь получается, что его неуловимость это обычное кумовство. Так или иначе, после того, как развлечудов нашел источник аномалий и дневники древнего мастера, он взялся за работу. В результате чего в мире SCP появилось около десятка предметов, хранящихся в фонде. Первый из них это SCP-445, который, к слову, был добавлен на сайт еще в 2009 году. То есть это один из объектов, который был еще на заре существования SCP как такового. SCP-445 это листы бумаги, которые, если сложить в форме какого-то предмета, приобретают свойства этого предмета. Бумажный нож из этой бумаги отлично режет. Бумажный журавль самостоятельно летает. В общем, классная вещь. Вообще игрушки от развлечудов это целый жанр объектов SCP. И их довольно много. И вот даже SCP-4949 это набор игрушечных медицинских инструментов, при помощи которых дети могут совершать настоящие медицинские операции. В каждой новой тысяче объектов стабильно есть десяток игрушек веселого доктора. Так в чем же их суть? Возможно в том, что добрый доктор хочет подарить детям силу, чтобы они могли противостоять этому миру, как когда-то он противостоял фабрике. Ведь все его игрушки дают детям возможность делать какие-то достаточно серьезные вещи. Изучая записи древнего мастера, развлечудов понимает, что тот был не просто каким-то его родственником, а предком. Более того, существовал целый род таких вот мастеров, уходящий вглубь веков. И сегодня представленный в том числе и самим развлечудовым. Род этот всегда был знаменит удивительными вещами, создание которых было под силу только его членом. С этими открытиями развлечудов раскрыл искрытые силы своих предков. Его возможности росли и вскоре он понял, что может делать игрушки не только из бумаги, пластика или дерева, он может делать игрушки из людей. Тогда он начал создавать так называемых маленьких господ, с которыми связана отдельная сюжетная арка мира SCP. Про нее на этом канале уже есть видео, ссылка на которое конечно же есть в описании. В этом же ролике скажу лишь то, что из 20 человек, каждый из которых стал впоследствии SCP-объектом. Развлечудов создал грандиозную игру, в которой переплелись многие судьбы, и в которой он смог обыграть и сам фонд SCP, сделав одного из членов Совета О5 своей марионеткой, и главного злодея мира SCP-алого короля, заключив его непостижимые силы в простом стеклянном шарике. Впрочем, об этом уже рассказано в том другом видео. А вот что там не было сказано, так это то, что один из малых господ, а именно господин Жудь, был создан развлечудовым для того, чтобы освободиться от ржавого проклятия фабрики. А роль самого господина Жудь была не в том, чтобы поучаствовать в большой игре, а только в том, чтобы страдать вместо веселого доктора. Впрочем, участь большинства господ, созданных развлечудовым, была незавидной, и только господину Реду, наделенному существенно большими возможностями, чем все остальные, повезло избежать каких-то больших страданий. После событий, связанных с игрой в маленьких господ, развлечудов обрел огромные силы и прекратил свое существование в человеческой оболочке. Он стал буквально божеством, храмом которому служит каждый завод по производству игрушек по всему миру. И заводы эти объединены торговой маркой Wonderworld или Чудный мир. Про Чудный мир есть целый хаб, сборник истории, состоящий из 15 немаленьких глав, которые рассказывают о приключениях некого Брэйни Брайана, простого парня, который как-то раз занялся поисками работы и откликнулся на вакансии в фирме, продающей игрушки. Брэйни думал, что это просто обычная офисная работа, но вот сама работа так не думала. И в результате Брэйни становится довольно-таки могущественным существом. Развлечудов же сам по себе теперь в реальности не находится, но он приходит в миры мультивселенной в разных воплощениях. Было замечено несколько его итераций, каждая из которых, впрочем, является отдельной самостоятельной личностью. Одна из них это Изабель Развлечудова, и кем по отношению к Развлечудову является Изабель не совсем понятно. В очень эпичном рассказе под названием «Никогда не видит дневной свет» показано, что Изабель отправилась на фабрику и была поймана ей, после чего обычный Развлечудов воплотился в мире, чтобы её спасти. В рассказе видно, что он относится к ней как к дочери, хотя там же мы видим, что для него и малые господа, как сыновья, потому что несут частичку его личности, хоть она и использует их в качестве пешек в своей игре. Впервые фонд узнал об Изабель, когда поставил на содержание объект SCP-2320. Трамвай, способный перемещаться между мирами. В трамвае, кстати, был человек, подписанный как господин вагоновожатый. Так что делать игрушки из людей-развлечудов, воплотившись Изабелью, не перестал. Приключение Изабель — это снова отдельный хаб. Причем, несмотря на то, что она сама является порождением Развлечудова, связанные с ней объекты и рассказы отмечены отдельным тегом. Впрочем, про неё всего пять глав и четыре объекта SCP. Так или иначе, в какой-то момент Изабель была главой всех компаний Империи игрушек Развлечудова. Но это, конечно, только в каком-то одном мире. Сам-то Развлечудов, собрав силы аномального источника и Алого Короля, стал могущественным божеством, находящимся вне времени и пространства. И его решением стало начать всё заново, и, возможно, прожить менее противоречивую и трагичную жизнь. В 1909 году, в том же мире, где существует Чикаго Спирит. Небогатый чёрный мужчина по имени Честер Уильямс, основывает магазин игрушек под названием «Мир прихоти доктора Развлечудова». При этом сам Честер Уильямс не обладает абсолютно никакими мистическими силами, и ему помогает его подруга, которая имеет некоторые знания в области аномального. Маленький магазин имеет огромный успех. Не совсем понятно, кто из них двоих является воплощением доктора Развлечудова, но, возможно, что даже оба. Так или иначе, магазин имеет огромный успех, так как каждая игрушка из него — это маленькое чудо, и постепенно разрастается до большого бизнеса, и становится так называемым «Миром чудес». «Мир чудес» — это не только название компаний, но и буквально отдельный мир, который весёлый доктор создаёт по ходу роста своего бизнеса. Его даже посещает вездесущий Лорд Блэквуд. А ещё «Мир чудес» — это отдельный хаб на сайте SCP, в котором около ста рассказов и десяток объектов. В этой своей новой итерации миры изделия Развлечудова становятся куда менее жестокими. А даже напротив, в основном несут веселье, да и вообще что-то хорошее. Честер прожил нормальную обычную счастливую жизнь, наверное, такую, какую Развлечудов бы и хотел прожить изначально. И как обычный человек, он умер в 1975 году, в глубокой старости, после чего пост главы мира чудес занял некий Корнелиус — невысокий и весёлый человек, который продолжил дело Честера. А за ним пришла Холли, который является главой мира чудес в этой временной линии в наше время. Такова история доктора Развлечудова, который прошёл буквально через всю вселенную SCP. Объекты, связанные с ним, были в самом раннем SCP и появляются до сих пор, в 6000. А сам он проделал путь от мрачного изготовителя странных игрушек до божества мультивселенной. Кстати, а какая итерация Развлечудова больше нравится вам? Пропитанный трагизмом оригинальной, целеустремлённой Изабель, жизнерадостной чернокожей, или может быть бог мультивселенной? Напишите в комментариях. Всем пока!